Здравствуйте, друзья! Я Ольга Куликина, ваш самый любимый дизайнер интерьеров, ну и собственно руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня мы снимаем вторую часть видео про наш проект загородного дома 500 квадратных метров, который находится в Ленинградской области. Я в фирмвидео подробно рассказывала о том, что мы делали пристройку 150 квадратных метров и дом, который делали 10 лет назад, и он попал даже в журнал салон лучшие интерьеры. И не так давно клиенты решили его увеличить и увеличить решили из-за главной ванной комнаты, в которой мы сейчас находимся. Тем, кто видел первое видео, я говорила, что вся эта пристройка 150 квадратных метров получилась из-за того, что хозяин захотел свою ванную комнату 15 квадратных метров. И вот она у нас состоялась. Здесь мы используем два сочетания основных, это белый и красный. Белый любит сама заказчица, цвет чистоты. Красный у нас появился потому, что первоначально клиентка захотела использовать из предыдущего дома красную раковину. И этот красный цвет надо было как-то поддержать. Мы заказали сюда, здесь видите, скошенная крыша. Это создавало определенные сложности в организации пространства. Как выглядит это помещение с фасада, я вам показала в первой части видео. Ну, то есть, в принципе, это видно. С круглым окном такая выступающая часть со скошенной крышей. И, соответственно, вот это все привело к тому, что нам надо было придумать, как организовать это пространство. И мы заказали сюда панно, вот в такой как бы морской тематике, которая не боится влаги. Это видно, собственно, здесь. Душевая зона. Кто-то скажет, как же так вы сюда вот это все наклеили. Вот здесь совершенно спокойно можно мыться в душе. И обои совершенно не испортятся, вот это панно. Отделка стен керамогранитом с имитацией под натуральный мрамор. Поскольку это крупноформатный керамогранит, то, что сейчас очень модно и популярно, он полностью имитирует такие слэбы. Раньше такого не было. Многие мне клиенты говорят, Ольга, я хочу такую ванну, которая отдельно стоящая. Ну, первый совет. Если у вас отдельно стоящая ванна, вы в ней должны отдыхать. Лепестки роз кинуть, какие-то благоухания, свечи зажечь, бокальчик вина на столик рядом поставить. Соответственно, вы должны предусмотреть, что вокруг ванны должно быть место, чтобы вы могли пройти и подойти, ну, в данном случае, не знаю, как минимум к радиатору, к окну. Поэтому такие ванны можно поставить только в помещениях большой площади. Второй момент. Вы здесь будете лежать, отдыхать, релакс. Для того, чтобы отдыхать, надо быть уже предельно чистым. Поэтому вам поможет не только унитаз с функцией биде, но и душевая кабина. Поэтому отдельно стоящие ванны я рекомендую ставить в помещениях, где можно установить душевую кабину. Пусть даже не такую большую, как здесь, но хотя бы небольшая, 90 на 90 она должна быть. Большие душевые кабины у меня сейчас клиенты все больше и больше заказывают, особенно такого возраста, как я, когда нам уже хочется комфортно себя чувствовать. Мы уже приобрели достаточно вдушительные формы. Соответственно, кабина должна быть больше, и здесь она где-то, наверное, метр 10 на метр 40. И обратите внимание, здесь сделали трав в полу, и нет никакого бортика. В загородном доме это возможно. Ну, еще что возможно сделать в ванной комнате большого размера. Если нет прямого попадания влаги, то кроме встроенных светильников, как вы видите на потолке, вы можете повесить вот такую люстру. Это люстры со старейшего производства. Это в Венеции производство. Это муранское стекло. И эти люстры являются не только как бы украшением интерьера, но еще это, в принципе, такие инвестиции, потому что такого рода люстра может приходить из поколения в поколение. Потому что действительно высокий уровень качества и узнаваемый такой бренд. Раковина здесь цельная из стекла, переходящая в столешницу. Вот эта раковина была у клиентки, и она захотела, чтобы то же самое было. Внимательные зрители заметят вот этот проводок и скажут, «Ольга, что же это у вас тут огорожено?» Ну, на самом деле, это зеркало переехало из предыдущего интерьера сюда. Клиентка детям всем своим купила новые зеркала нового поколения, которые регулируют там и теплоту света, а себе забрала то зеркальце, которое у нее было в предыдущей ванне. Кстати, та тоже использовалась ванная в сочетании красного и белого. Вот, поэтому вот так делали ранее, ну а как делают сейчас, вы можете посмотреть либо на предыдущем видео «Ванная комната девочки», либо сегодня я вам покажу ванную комнату мальчика, где тоже уже новое поколение. Дверь в помещение ванной комнаты мы выполнили из стекла, заказали, для того, чтобы дневной свет проходил в помещении гардеробной комнаты. Ванная комната мастер-спальни. Ну, как вы заметили, ванна в красно-белых оттенках, а спальня в таких мятных оттенках с включением цвета шампанского, элегантного. Мы не планировали сделать это в едином стиле. Клиентка захотела разную атмосферу и в ванной комнате, и другую атмосферу в спальне. Спальня находится в старой части здания, и здесь мы сделали как бы рестайлинг интерьера. Как выглядел этот интерьер ранее, вы можете посмотреть на видео предыдущем. И спальня вся была как бы золотая. Клиентка попросила максимально сохранить то, что есть, но в целом изменить, но захотелось что-то новенького. Как это можно сделать, и как мы этого добились? Мы оставили люстру и прикроватные настольные светильники. Кровать осталась та же, благо она была куплена с белым изголовьем, и белое изголовье, собственно, вписывается в любой интерьер без проблем. Мы изменили текстиль, покрывало, подушки, вписали как бы в новую стилистику и наклеили новые обои. Мы избавились от яркого золота, и интерные хрусталинки сейчас смотрятся более элегантно на таком спокойном мятного цвета фоне обоев, которые мы заказали из новой коллекции. Также было сделано новое оформление окна, и в первую очередь оно касалось того, что мы избавились от штор blackout и добавили один тюль полупрозрачный в мятном оттенке, и второй тоже из новой коллекции в виде такой сеточки цвета шампанского. Но при этом вы видите здесь огромное витринное окно, и, наверное, не каждый согласится спать в спальне, когда на тебя смотрят соседи. Соответственно, было принято решение сделать на автоматическом, на пульте управления, такие пляссе, которые опускаются, и они, во-первых, скрывают от яркого солнца, в жаркую погоду у нас в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге бывает очень жарко, когда плюс 30, и, естественно, от белых ночей. Кстати говоря, вот еще, почему вот добавились кроме сеточки еще вот эти вот шторы, на мой взгляд, это тоже неплохое решение, потому что, ну, в принципе, вот так меня видно, а за тюлью нет. Это определенное решение по оформлению окна. Что касается кресел, кресела малогабаритные, здесь можно посидеть с мужем за чашечкой чая и посмотреть телевизор. Можно посмотреть лежа в кровати, а можно сидя, беседуя за вот таким небольшим столиком. Кресло небольшого размера 80 на 80 сантиметров, что, на мой взгляд, может пользоваться спросом именно в помещениях спальных комнат. Кресла, собственно, остались те же, мы поменяли обивку в цветовой гамме всего нового интерьера. На мой взгляд, они органично вписались, вы можете таким образом создать новый интерьер, не меняя свои крупногабаритные предметы. Особенно, если вы купили их качественные, в данном случае итальянского производителя, то, в принципе, заменив на другую ткань, изменив цвет стен, у вас появляется новый облик интерьера. Поэтому вы можете пользоваться вот этим приемом в создании своих интерьеров. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это помещение детской комнаты мальчика. Опять же, мальчик один, как я говорила на первом видео, девочка одна, две кровати. Здесь мальчик один и две кровати. Опять же, вариант, когда друзья могут приехать. Все-таки это загородный дом. Мальчишки, так же, как и девчонки, любят пообщаться перед сном, посмотреть журналы, телик. И вариант, поскольку мальчик, скажем, в 17 лет еще готов с друзьями общаться, а чуть-чуть постарше, возможно, эта комната станет семейной. И у него появится жена. Соответственно, у нас было совместно с клиенткой продумана трансформация этого пространства, так же, как и в гостинице. Когда две отдельные кроватки сдвигаются, и получается спальная зона, изголовье здесь единое, и сразу же у вас станет вопрос. На первом видео я говорила, но те, кто не видел, я сейчас повторюсь. Когда мы сдвинем кроватки, вот эти розеточки, они перекроются изголовьями. И как же пользоваться? А у нас все заранее выведено за вот этими панелями. Там есть другие розеточки. Когда кроватки мы сдвинем, справа и слева можно будет поставить вот эти вот тумбочки, а над тумбочками будут розетки. Здесь мы, на самом деле, поменяли, ну, понятно, что всю мебель, поменяли обои, повесили новую люстру. Дело в том, что здесь было две комнаты. Вот здесь была детская девочка, и с другой стороны была детская комната мальчика. А сейчас единое это пространство, где спальная зона, учебная зона, за стенкой, собственный санузел мальчика и большая гардеробная. У мальчика тоже должна быть большая гардеробная. И многие из вас часто задают мне вопрос, Ольга, а какие обои вы купили, а какую люстру? Друзья, я специально для вас в рубрике «От ремонта до новоселья», когда делаю съемки, ставлю метки. Вы можете вернуться и посмотреть предыдущие видео создания интерьера в этом доме и найти всю необходимую информацию, потому что все, что я знала, я по возможности включаю в те видео, которые я делаю в рубрике «От ремонта до новоселья», потому что к окончанию ремонта проходит уже два года. Я эту информацию не могу запомнить, потому что делаю не менее 15 проектов в год. За два года это уже 30 проектов. Все артикулы не запомнить, всю информацию не сохранить. Но я забочусь о вас и специально для вас ставлю эти метки, чтобы вы всегда могли найти нужную вам информацию. Пол здесь на самом деле постелили новый, но как бы в том же цвете, в котором и был предыдущий. Здесь поставили стеллаж, сделали рабочую зону хорошую. И вот это кресло, честно говоря, очень классное. Вы видите, что там сеточка такая, но это натуральная кожа. Поэтому классно, очень рекомендую. Виталия. Рабочий стол в зоне эркера. Это очень классно. Вы можете любоваться на лес, как здесь. И, конечно же, надо обратить внимание на оформление окон. Здесь мы сделали, вот там за шторкой видно, плесе, которые blackout хорошие. О них я подробно рассказывала на одном из видео рубрики «От ремонта до новоселья». И вы можете взять это на заметку. То есть скрываемся от белых ночей, солнечных дней и чужих глаз с помощью вот таких плесе, потому что здесь современный интерьер, возможно. И обязательно добавляем текстиль. В данном случае это тюль. Тюль в определенном дизайне. Дело в том, что ткань придает всегда домашний уют интерьеру. Если сделать только, скажем, окна без оформления шторой, это смотрится, на мой взгляд, как офисный интерьер. А здесь видите, как классно. Все, мы видим природу. Мы можем спрятаться от солнца, от чужих глаз. И в то же время у нас уютный интерьер. Обои, на самом деле, вот такие я увидела в одном из суперически модных отелей, в которых мы отдыхали с мужем в Ницце, на Лазурном берегу. Очень классный отдых там был во Франции. Ну, а здесь у нас, как я уже сказала, находится вот в этой части гардеробная. Я про нее подробно рассказывала тоже на одном из своих видео. Обязательно посмотрите, потому что некоторые интересуются конкретно комплектацией гардеробных. Я этому тоже уделяю внимание, потому что многие из вас спрашивали, как это делать. То есть, какие полки, какие штанги. Все зависит от того, как и чем вы будете пользоваться. Ну, а здесь уже дверь открыта. Между спальной зоной, кабинетом и гардеробной находится ванная комната. Здесь вы видите красивую раковину с тумбочкой в ярком апельсиновом свете известного швейцарского производителя и тоже известного немецкого производителя. Смеситель. У меня такой тоже в офисе стоит. Мне он очень нравится. Здесь, на самом деле, зеленый и оранжевый вместо красного и синего. И включение. Вот, кстати, если придете ко мне в офис, имейте в виду, включается вот так. В нижней части за носик мы поворачиваем. Ну, это как бы имитирует сучок дерева. Здесь вот то самое зеркало, я же вам сказала, в ванной комнате мамы. Я показала, она как бы, мамы как к себе, всегда похуже, детям все самое лучшее. Я точно так же. Здесь включение с помощью нажатия. Вот холодный свет. И мы, значит, там смотримся при холодном освещении. Если нам хочется теплый, желтый оттенок света, то тут переключается и переводится с помощью тоже там каких-то небольших движений. И получается теплый оттенок. Это очень крутой, на самом деле, производитель. Я его использовала тоже в зеркала впервые в своем проекте «Пять ванных комнат». И это действительно классные зеркала увеличительные, где вы себя любимых, красивых можете увидеть во всей красе. Вот я так вот смотрю, надо мне тоже такое купить. Боже мой, до чего же я хороша, да? Что здесь у нас? Опять же, унитаз, вот я сказала, с функцией Биде, который, видите, независимо от меня открывается и закрывается. Ну, вообще, честно говоря, у меня такого же плана стоит с функцией Биде за городом, на даче. У меня ребята просто отключили эту функцию. Если вам не нравится, чтобы он сам там вас встречал, провожал, то вы можете отключить эту функцию, и он будет всегда закрыт. И вы с помощью нажатия на клавишу на пульсе управления сможете как бы пользоваться. Здесь мы для отделки использовали керамогранит под черный мрамор, черный с белыми прожилками, и белый мрамор. Ну и акцентом, вот не люблю это слово, акцентная стена. Это тоже из новой коллекции итальянской плитки, такая как серебряная. Мне кажется, такой космический дизайн для мальчика наилучшим образом подходит. Ну и здесь пришлось сделать, конечно же, бортик. Душевая кабина на высоте, трап в полу. В отличие от ванной комнаты родителей, которую мы только что смотрели, где там все заподлицо с полом, здесь мы видим бортик. Собственно, в одном и том же ролике вы можете увидеть два варианта решения душевой кабины. Там дверца была распашная, здесь дверца вот такая сдвижная. Не просто так, потому что распашная дверца могла бы задевать за унитаз и еще что-то. Здесь вот этот вот большой душ, очень многие любят принимать, и на штанге душевая лейка. Ну а над унитазом, как всегда, мы располагаем какие-то полочки. Чаще всего в квартирах мы делаем, здесь располагаем коллекторы и фильтры очистки воды. Поскольку здесь загородный дом, и здесь есть специальные места для размещения коллекторов в различных хозблоках. Здесь есть и постирочная, и котельная. Здесь есть еще разные комнаты, хозяйственные помещения, в том числе есть еще и турецкая баня, про которую вы можете посмотреть отдельное видео. Эту баню мы создавали по нашему дизайну много-много лет назад. Продолжение следует... Друзья, вы все знаете, в настоящее время очень высокий спрос на загородное строительство. Кто-то строит новые дома, кстати, недавно ко мне обратился клиент из Сочи. Очень много в Ленинградской области тоже строится, обновляется. Поэтому, если у вас на самом деле существующий интерьер, вы можете к нам обратиться для того, чтобы мы его обновили, как мы делали в этом доме. Если вы хотите увеличить площадь жилья, то тоже мы, собственно, можем это сделать, как у нас есть опыт. Когда мы увеличили от 350 до 500 квадратных метров дом. То есть такие варианты возможны. Поэтому, естественно, обращайтесь, буду рада вам быть полезной. Ну а так, собственно, как всегда. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Не забывайте про Инстаграм. Ну а сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!